Добрый день! Сегодня я делаю домашний кефир. Мы его называем Домашний Гатах. Этот мне попросила моя зрительница, чтобы я показала, как я делаю домашний кефир. Так, сделать хороший домашний кефир, чтобы нужно молоко, чтобы было домашнее. Вот я беру домашнее молоко. Сначала нужно его прокипятить. Я его прокипятила, перелила в баночку. Можно в кастрюлах тоже сделать, но я всегда делаю в банках, чтобы в холодильнике тоже держать удобно было. И жду, чтобы она остыла. Остыла до такой времени, чтобы пальчиком тропаем, чтобы она чуть-чуть кусала. Вот у меня как раз чуть-чуть кусается, чтобы не сильно горячее было и не сильно, чтобы холодное было. Вот чуть-чуть пальчиком, мизинчиком пробую, она чуть-чуть кусается. Вот беру я, вот я беру три столовые ложки, вот я беру домашний кефир. Ну, если у вас нету домашний, может, в магазине желательно, чтобы густой кефир был. Вот три столовые ложки хорошенько вот так нужно мешать сначала, а потом сюда добавила где-то две столовые ложки. Но погустайте, посмотрите. Холодный молоко тоже хорошенько вот так мешаем и все, вот готово у меня. Я вот так делаю. Кто-то в аптеках какие-то загустители берут, я всегда вот так делаю. Теперь нужна мне большая ложка. Вот я сначала его наливаю вот сюда. Налила, вот с большей ложечкой один круг нужно вот мешать, все. Теперь нужно закрыть вот полотенчиком. Крышки не закрываю, потому что если крышки закрывают, ну, чуть-чуть может жидкой получиться, чтобы вода с него спарялась, в составе молока же есть вода, чтобы кефир густой получился. И светлое еще закрываю полотенчиком. И все. Вот пусть 5 часов она настоялась там, закрытым вот полотенчиком закрыла, потом нужно его потихонечка взять, поставить в холодильник еще на 30, пусть в холодильник состоится. Вот оно у меня 30 холодильник настоялось. Получается вот такой гад, получается домашний кефир. Мы его называем домашний кефир. Получается очень вкусный, густой, но только что было молоко, вот домашнее. Все. Всего вам доброго.